Великолепно Осторожно О-о-о, подверг Там наш А, короче Там мы на себе, сюда столом Отсюда камни, на тележке Вручную, на машине, да? Боже Так, дома-то сидеть все время Обстановка-то скучно может стать А так-то легко Приспособиться, посмотрела, отдохнула Вот я была там Видела Пойдемся, но осторожно Влево И еще работу покажет Вот здесь была школа у нас Я учился в первом классе по четвертому Вот на правом Здесь контора была 21 тысяча селений разрушено Тысячи! А это все было государство образующее Влево Левой дорожки По левой Вот так Десять тысяч селений Который, говорит, на ладом дышит То есть там один-два человека Даже больше А совсем никого нет Видео разрушается И это государство Все, вот Сделаем Влево так Так дороже идет Влево Вот так Это вот деревья Растут Около домов росли Когда-то На поля Видно, что уже все старые Такая дорога Влево Наши предки Появились А как появились? А как появились? Приехали Вот нынче мы Осправляли 200 лет То есть строились Из-за музея данной добытки В 818 году Уже она потеряла И считалась Потеряем И поехали Не от того, что она потеряла Это фамилия Потеряем А тут она вышла замуж за Рыжкова И круто звался Рыжкова И она потеряла Ещё 102 года Она же А сколько пережили Ужас Сейчас влево будет поворот Ну а там дальше что будет Переходом прям будет Так и хорошо Вот дорожка пошла А то там и трава не видать Ну можно было и проехать Как Мы проедем? Ну давай тогда Прямо по этому Последу езжай Другого следа нет Приходочка Улишь где она едет А обратно Прямо Право Из колеи не выезжай Здесь тоже есть Нет 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 Прямо Прямо Вот колея Прямо по колее Ни куда Вот так Она идет Прямо Там Ну а тут ещё дальше Развернёшься Подальше ещё Вот тут Остановишься А потом здесь Развернёшься И уйдёшь Всё Всё Так Давайте Сейчас Сейчас Поставим Только давайте Не тихо Наставим Ой Тихо Какая красота Какие растения Как укроп какой то Ну Так что я не спотнулся Василий Вадимов В стороне Будем идти Деревья вот эти Засохли Потому что вода подпёрла Глянь сколько засохла А там Мы виноваты Батчика говорит Поднял воду Вот так в том пруду Я ведь пол огорода потерял Уже И так Поднимаем Вот так И поднимаемся По пруду Так И ты за ней Вот Вот где деревья Всё И там Воды не было Переходили её вот так Вот Вредним Рыбу ловили А сейчас я метров десять Отплыл Руки поднял И выше рук Это большое дело Это микроклимат меняется Так Идёмте потихонечку Это конечно Не высшая земля Потому что я растяну Вот так Прямо за мной идите Не туда в сторону Не отворачивайте Там дальше Угры Угл Это как как бульгозер ходил Вот, зато в комнате мы полипел. Так, вот, выходим на прохор. Вот. Ну и что мы делаем? Забиваем шарик. А потом начинаем гусить. Солома и глина. И вот здесь прорва была. Сейчас посмотрим, где вон там тоже прорва. И там на втором мостике это называем пломба. Это надо найти дерево, подходящее, спилить, заострить, осмолить. Ну, вообще тут работает. Вот тут надо бульдозер. Почему здесь пониже? Потому что он сломался, кто-то работал. У него гусьница слетела и побоялись гнать. А он нагнал. А у Игоря Барабаша. Буддозер уже на дамбе эта глина. Вот сюда только привезти. Ну, может, договоримся. Привезет. Это нынче прорва была. Он даже отсюда глянуть можно видно, какая глубина. Вот. Это мы в ручьве все сделали. Глянь-ка туда, Александр. Видишь, какая глубина? Вот туда дальше. Там травой заросла. Вот такая глубина, что там даже видно между камышами. Ну, и не надо ничего, не надо. Никак не надо. Все сделали. Вот эта Марина, которая такая мощная женщина. В Володе ее. Больше никого не было. И вот это все забивали. Все, вода остановлена. Вода не уходит. А теперь вот это мясо проще выровнять. Это может быть бульдозер. А вот теперь это был, значит, у нас сок воды делали. А так как эта вода, так сказать, глина вся размельченная была, ее легко сносило. Мы сделали сход дальше туда. Сейчас увидите. Это перенесли. Ирригационное сооружение. Это мы загородили. Чтобы ни зимой никто не упал. А вот теперь смотри, что мы сделали здесь. Гляди. Это сток воды пойдет отсюда. А тут размоет. Но не так сильно размоет, потому что это целик. Это мы вот все вручную выкопали. Лопатами. И там загородили. А в городе это даже думать не надо. Там как ты будешь делать, там ничего не надо делать. Здесь мы постарались и Господь благословит. Вон она куда идет. Маленько пройти можно. Посмотреть. Посмотри как. Вот она. 32 метра. Вон куда ушли. Так это целик. Видишь, где пласты лежат. Целик это не тронутая земля была. И так промыть как там промыло, а то не промоет. Никак. Она тем более уже травой начинает расти. Если зарастет днище, она нормально вода пойдет. Вот эти доски. А под досками мы все проложили шерстью овечьей. Плотно, чтобы она не подмыла. Ну и солома. Вот даже видно кусочки шерсти везде лежат. А где вы, нигде не просто сами разные варианты брали. Вот. А тут вода это сейчас резко затянула. А до этого, когда мы были спить можно было, вода чистая. Ой-ой-ой, Володя. Ты посмотри. Березняк-то весь высох. Из-за того, что вода. В воде и березу не можем жить. А там ее подняли на столько воду. Она раза в три озера больше стала. Она так и называется Рыжковский пруд. Северный. Господи, благослови всех, кто будет здесь жить, приходить. Имя Господь это прославится. Ты скажи сейчас, где работаете? Я в больнице. Где? В Ижевске. А кем там в больнице? Я работаю медбратом в неврологии. В отделении неврологии. А в чем заключается там? Лечите как-то? Мы исполняем назначение врача. То есть у нас тяжелые... Ты надень, чтоб не напекло. И ребенку тоже надень. Тяжелые больные после инсульта лежат. И мы им капельницы ставим, таблетки даем. Ухаживаем за ними. Судно подставляем. Выносим, убираем. Все за ними. Понятно. И у вас... Как говорите? Родственники, за которыми, может, не хотят смотреть? Не понял я. Родственники за некоторыми не хотят смотреть? А, не хотят смотреть. И сколько платят в месяц? От 20 до 25 тысяч. Ну это больше, чем на Алтае. Алтае самое малооплачиваемое. Вот так. Ну и еще пока. Дальше ты как-то пойдешь на повышение? Да. Опыт наберешься. Ты закончил этот медицинский институт? Да. Диплом получил? Да. Вот с сентября участковым терапевтом в поликлинике буду. Вот увидишь как. Опыт идет. И теперь... Я слышал такое в Америке. Если ты, допустим, кто там, зоотехник, агроном, ты должен все быть. И дояром, и ухаживать, и принимать роды у коров. Когда по всем у тебя получится, там какие-то тебе дают свидетельства, тогда, пожалуйста, работай. А которые хирурги сейчас в Америку едут, это я уже лично знаю, их там на месте начинают проверять, он хирургом не работает. Вот как ты сейчас говоришь, там кто. А потом постепенно доходит, он язык учит и... Ну и правильно. Кого ставит-то? Подожди, тебе жарко? Да. Александра, ты кем работаешь? Я учусь еще. А? Я еще на шестом курсе учусь. На шестом курсе, тоже медицинского? Да. Вам нравится это? Ну, мне да. Это если человек к этому не призван, он будет отвращаться. Там же всякие больные. Другого подумал, зачем его лечить, когда он уже полумертв, да еще и матерится лежит. Слава Богу. Есть у нас такие медсестры, которые видят, что уже все, так сказать, с пациентом. И говорят врачу, а зачем его лечить-то? Все, уже помрет. Врач начинает медсестру учить. Нельзя так. Мы должны всех лечить. Для врача нет национальности, нет врага, он врач. Вот, я не знаю, может неправильно произнесу какой-то орден, Немецкая, которая лечила пленных там всех. Врач должен лечить всех. Но это и правильно. Ну, здесь что сказать. Если была своя лодка, можно на лодке поплавать, порыбачить. Самые крупные гальяны. А гальян малосольный, он очень вкусный, хороший. У него костей почти нет, прямо жуешь и все. Вот я слышал в Египте один ресторан есть. Там подают фаршированных или обжаренных отдельно голубей. Такие мелкие голуби и прямо с косточками жуют. Вот так. Ну, пойдем сейчас. Видишь, кружок какой пошел. Бобры одолевают нас сильно. Грызут, а он прогрыз, вода пошла, все размыло. А с ними как бороться? С ними как бороться. Вот, когда люди узнают, что мы ничего не делаем, они над нами смеются. Это же ценный мех какой. Мы приглашаем, приходите, ловите, стреляйте, капканы ставьте. А наши не могут ловить, никто. Я не занимаюсь этими андаторами, которые тоже подрывают крысы американские. Я занимался, многих ловил. Поймал, куда? А это дорогоценные шапки такие, андаторовые. А я куда? Собаке отдал и все. Мы не умеем пользоваться богатством. Просто нам не дано это. Можешь сфотографировать, если хочешь. У нас даже фотоаппарат есть. У меня сегодня брали фотоаппарат, оказалось, заряд кончился. Вот сюда встань, чтобы нас сфотографировали. Вот сюда, подождите. Вам нужно, чтобы солнце в спину давило. Василий, иди-ка сюда. Так, подождите, вы назад отступитесь, а мы вот здесь встанем. Чтобы в озеро попадало, иди-ка сюда с Тихоном. Тихон, у меня отец был. Тихон, знаешь, как переводится? Да. Приносящий счастье. Да. Да будет так. Оса привязалась. Получилось? Да. Слава Христу. Ну что, потихоньку будем выбираться. Я вам показал, какой труд в деревне. И он благословенный. Ни одного мата здесь не было. Копали и копали. Представь себе, это выкидывали сколько. С досками. Это с того он был там. Доски разобрали, гвозди вытащили. Здесь работы каждый день. А работа в поте лица, это Ивангель сказал. Райская. Господи, в поте лица будешь есть хлеб твой. И нам эту миссию Бог дал. Есть хлеб в поте лица. Я в день раза три. Это коршун потерял. Надо знать, кто это. А что, у него короткие такие? Нет, выпало где-нибудь здесь, около ног. Это не в этих, не в крыльях. Так, потихоньку, никуда не отходить с дорожки, где я иду. Прямо за мной. Вот это донник, медосбор. Это репей, тоже медосбор. Видишь как, вот тут надо просить Игоря, как только время будет у него. Долго сухая погода. И тогда он надвинет сюда притопщик. Вот сколько мы сюда завозили этих свай. Били, заколачивали, шкурили, смолили. Это вообще не передашь. Жара была такая. Мы там под кустики спрятались. Посидели, вышли опять. И вот видишь, конечно, неудобно тут идти, но тебе будет приятно вспомнить. Да, я не просто сидел сегодня. Видишь, вот тут еще большая пломба поставлена. Вода не проходит никак. У нас уже опыт теперь. Так, здесь никуда не сворачивать. Прямо идти, вот где я иду. И там видно, что дальше обрус. Вот сюда так ногой. О! Так Александр никуда. Прямо за нами следует. Вот тут видно, что гусеница шла. Гусеница. Так что тут притоптанная земля. Вот это я не ожидал. Да это целую рощу погубили там. Ну она такая дикая, сама выросла. Она не может терпеть столько воды. Когда мы были, березки три. А тут я не знаю, тут десятка три, если не больше. О! К выходу пошли, дамба стала шире. Вот откуда он брал землю. С той стороны. Приезжала баба Дуся. Идакия Титовна. Под которой она где-то живет там. Не знаю, какой это. Город такой. Здесь. Ну недалеко. В Томской области, наверное. Она всем радовалась. В газете печатали об этом. Одну, говорит, жалею, что на коне верхом не прокатилась. Вот какая. Везде на качели покачалась. Где бы только ни были. Вот представьте. Такой возраст. Они с моей матерью близко были знакомы. Дружили, говорит. И Господь благословил нас. Мы помолимся. Господи, благослови это место. И живущих здесь. И мысль направо к горнему. Смири враждующих против истины этого Максима. Не дай ему погибнуть в возглоблении. Открой его глаза. Положи ему на сердце. Не тревожи детей Божьих. Тебе, Господи, слава за все, отец и святой дух. Аминь. Аминь. Садимся. Ага. Какое пёрышко нашли. Так, домой едем сразу. Всё. Володю поблагодарю за машину. Иначе бы нам такие бывать. Хорошо. Володя, он безотказный такой. Но вот Веры нету. Так, теперь смотри как. Можешь маленечко чуть-чуть вот туда сдать. Только в ту няшу не заезжать. Погляди как развернуться лучше. Вот в этот вот. Вот сюда вот и можешь сдать. Маленько вперёд и он туда назад. И сразу развернёшься. Потому что после дождя там грязь можно засесть. Вот вот сюда вот ссунуть. А потом сразу назад. До полынки доехал. Хорош. А теперь назад. А я буду смотреть. Давай прямо назад. Так. Маленечко по трене я сделаю. Так. Хорош. Попробуй теперь вывернуть. Получиться. Так. Просто ты весь. Теперь ещё назад сдай. Ну а вот она дорожка по которой ты ехал. Теперь назад. Ну а вот она дорожка по которой ты ехал. А там дальше уже поле начинается. Прямо-прямо. Всё. Вот она дорожка пошла. Так у него. Похоже. Пуще. Пуще. Вот такой усадок. Пар бошадник. Такое поле хорошее. Чистое. Некоторые пшеничники. Выросли. Пуще. Вот такая навозная пуща. Вот слева. Покажи, Володя. Вот такая. Большая. И мы на ней тут лагерь устроили. Девятьсотых. Ну там. Это частная такая. Кусак вот. А там колхозная. Там. Большие. Кусак. Короли. Видели как большие. В городе запримечательности. Какие бы ни будь. Оно всё чужое. А здесь всё своё. Ты можешь сегодня уже пойти. Порыбачить. Самые большие. Как нам здесь. Мщеников. Тебе никто ничего не скажет. Платить не надо. Это наш просьб. Могли. 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 Пожелающим. Кому. Подходить. Угу. Поверим. Там не нужно. Могли. 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 Зараз. Вот дорога была непроездная. На пол колеса. Что выходило в землю. Ну сейчас. Угу. Угу. У нее две ведущие? Да Красная это кузина Тополя растут большие Только вот этот гравий Вот этот насыпать на дорогу Вот на этом месте 235 тысяч отдали Это мы отдали И это лежащая полицейская У нас похороненная Наоборот яблок Вот и все По славу Божию Как мы хотели, так и сделали Теперь будете вспоминать Фотокарточки нам пришлете В моем мире Игнатий Иванович, благодарим за экскурсию Слава Христосу Очень полезно было Нам было очень полезно Побыть вместе Аж какой Что-то хотел взять Но в следующий раз приедет Он уже больше будет Сейчас маленьких детей в ванне учат славать Я однажды прочитал Где-то не могу сейчас сказать Фильджи какой-то остров Мы спросили У вас какие-то такие есть особенности Не знаю, говорит Но есть такое Что смертный приговор За что-то есть Говорят За что если женщина тонет И ты спасешь ее Тебе смертный приговор Спасать нельзя женщин Так у вас сколько их утонуло Они говорят За последние 500 лет не одной А у вас в Лондоне Они говорят За один месяц 200 Ну ты все Почему? Мать ее учат Дочка тебе на 9-й на кого Выводы обратные Вот строго за выпивку В мусульманстве И ни одного на дорогах пьяного У нас полная свобода И не знают, что делать Он Ирина Устина Вот ее брат такой прижал Захаре Задавили машиной Я сколько знаю Так что Строгая жизнь Это все-таки есть надежда Что что-то будет С Богом В моем мире Когда я вернусь И по скайпу В любой момент Можете заходить Ну с 10 октября У нас очень богатые ресурсы Только на ютубе 12 тысяч роликов Представляешь Это мы про лагерь Вчера баба Серафима была И она там такое наставление давала Это тоже увидите Ну где через 10 будет Вы к ней прислушивайтесь Она Очень большой опыт жизни имеет И она понимает Мы с ней друг друга С полуслова понимаем Как Господь делает Храни вас Господь До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok